Девушки отдыхают У наших историков замку Эддому приблизительно уже 500 лет. До сих пор неизвестно, кто является его первоначальным владельцем, но после его гибели замок можно официально считать заброшенным. Его дважды пытались заселить другие семьи, достаточно богатые и влиятельные, но суммарно они в нем и не прожили пары месяцев. Все съехали. А подскажите, а есть какая-то причина, по которой они покинули это место? Может быть сказано в каких-то бумагах? Эм, да, причина есть. Она как раз та, по которой я сегодня пригласил вас сюда. Они говорили о том, что слышат в стенах этого замка по ночам странные звуки, а также видят призраков. Ох ты. Интересно. А подскажите, когда этот замок перешел во владение государству и когда решили сделать из него, ну, получается, памятник, а заметили ли вы, как человек, который проводит там экскурсии, что-то необычное? Если да, то что? Да, честно говоря, несколько раз здесь происходили со мной достаточно странные вещи. Да и не только со мной. Вспоминать даже об этом страшно. Кстати, мы уже подъезжаем. Давайте сейчас выйдем на улицу, я расскажу. Когда мы только начали заниматься обустройством этого места для посещения его туристами, в одной из ночей я остался здесь с ночевой, поскольку не хотел с утра ехать сюда снова на работу так далеко. В общем, в этом замке был только я и еще несколько охранников. Я остался в первой башне на втором этаже и ночью я услышал странные звуки, как будто девушка говорит. Охранников девушек в ту ночь не было. Я спустился вниз, чтобы посмотреть и увидел там странное нечто. Девушку в черном костюме, в старинном костюме и как будто с опачканным в крови. Я позвал ее и она обернулась. А после этого закричала. Дальше все было как будто во сне. Я проснулся и это повторялось снова и снова. Похоже на сонный паралич. Но как будто наяву. В общем, ту ночь с ней вспоминать до сих пор страшно. И я сначала подумал, что может быть мне показалось. Ладно, забыть об этом надо и все, как реально на страшном сне. Но после этого, с промежутком в несколько недель, из этого замка уволилось еще несколько охранников, которые говорили о том, что по ночам здесь видят очень странные вещи. Те же самые, что и я. Так вот, я прошу вас, посмотрите, что здесь происходит. Помогите нам избавиться от этого нечто, что здесь обитает. Эм, да, хорошо, мистер. Ваша история действительно похожа на нечто паранормальное. Вы не против, если я пройдусь внутри? Да, конечно, пройдитесь обязательно. Посмотрите, все ли там в порядке. Только днем все будет спокойно и даже красиво, я бы сказал. Да, хорошо, тогда я прогуляюсь. Блин, а красивый замок все-таки. Но не удивлюсь, если здесь действительно есть что-то паранормальное. Хох, ладно, все, надо заходить вовнутрь. Это мой первый замок, кстати. Еще никогда не пытался найти что-то паранормальное в подобных местах. Так, ладно. Замок уже перестроен под туристов. Насколько мне известно, здесь даже могут быть люди. Кстати, датчик молчит, ничего не показывает. А это означает, что здесь пока что спокойно. И никакой паранормальщины нету. Хох, значит, можно пока что выдохнуть, походить, посмотреть это место. О, ребят, всем привет! С вами, как всегда, я Гост и... Да, мы с вами попали на новое расследование паранормальщины. Сегодня я приглашаю вас посетить вот этот огромный замок, где проведу свои новые поиски. Не знаю, ребята, получится ли у меня здесь что-то интересненькое найти, но место такое достаточно жуткое. И, кстати, дружище, если ты до сих пор там лайкосик не поставил под этим видосиком, надвигается что-то очень интересное в этом видео, то я, конечно, буду очень-очень расстроен, потому что, капец, как сильно для тебя стараюсь снимать вот такие классные видео. Так что давай там ленивой попой не будь, ставь лайкос, чтобы мы собрали пять лайков под этим видосом. И я буду очень счастлив и доволен. И вообще, короче, будет круто. Так что да, поддерживай меня обязательно лайком. И не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик. Хух, ну что ж, я пока что не понимаю, что здесь можно такого отыскать, какие места посмотреть. Так, здесь у нас... Ну вот, уже места перестроенные под как раз-таки туристов обычных. Датчик молчит, 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 молчит. Ничего не показывает. Ладно, хорошо, убираем тогда. Здесь можно почилить, отдохнуть, покушать. Как раз-таки вот это та самая первая вышка, про которую говорил мне Сэм. Это, если что, тот чувак, с которым я вначале разговаривал, да. Его зовут Сэм, и он тут работает гидом. Так, вот это и есть та самая башня. Так, полагаю, что спал он где-то здесь, когда они это всё место застраивали, как отель, грубо говоря, да, такая отельная башня. Но сейчас здесь ничего паранормального нету. Ничего, о чём мог бы рассказать он. Так, ладно, надо подняться повыше, посмотреть. А здесь пока что ещё ничего не доделали, да. То есть ещё будут развешивать всякие прикольные штучки. Тут головы оленей там, кабанов, всяких лошадей. Блин, классно на самом деле выглядит. Я представляю, каким это место будет, когда они его закончат. Если, конечно, закончится, учётом того, что здесь происходит. Ну, возможно, происходит, если тут всё-таки есть какая-то паранормальщина, то, да, придётся, конечно, сначала со всем этим разобраться. Так, это у нас какая-то дискотечная зона. С огромным баром, и всё тут красиво, круто, но, так, я сюда не танцевать пришёл. Надо найти паранормальщину. Ладно, всё, короче, обратно туда на улицу. Блин, я даже не представляю, какие бабки нужны были для того, чтобы построить такой замок. Пятьсот лет назад, это же капец. Всё руками строить. Ни кранов тебе, ни машин. Лошадьми привёз он кирпичи эти. Какие кирпичи камни цельные, да? Офигеть! Их как-нибудь тут разобрал, поставил, и вот тебе, блин, замок. Сколько это всё весит? Как это привозили? Я даже представить не могу, и каких денег это реально стоило. Интересно, что же всё-таки за владелец такой у этого замка первоначальный, и почему о нём нет никаких сведений? Быть может, это какой-то, я не знаю, некромант, который занимался воскрешением усопших мёртвых у себя в замке. Из-за этого тут теперь призраки обитают. Или всё-таки обычный какой-то купец, очень богатый, который, ну не знаю, там, налогов не доплатил, и уехал просто отсюда из страны, из этой. И забросил замок, и все думают, что он мёртвый. И теперь тут всякие странные байки рассказывают. Да, и такое тоже может быть. Так, а что тут за дверь? Ай, ё-моё! Хох! Чё за... Чё за фигня, блин? Это ж тут насморь разбиться можно! Ой! Да фиг надо будет эту дверь закрыть на ночь! Если я тут оставаться всё-таки решу! Потому что это вообще не дело! Блин, капец, тут можно реально так прогуляться? Я теперь представляю и понимаю, почему это всё-таки всё переделывают под туристов! Ещё кто-нибудь навернётся вот так вот отсюда, из этой двери, и всё, насмерть! Ладно, короче, надо возвращаться. Ничего я здесь не вижу паранормального. Это означает, что придётся брать побольше оборудования и оставаться тут на ночь. Ладно, тогда возвращаемся к Сэму. Сэм, в общем, я провёл свои поиски, свои замеры и... Ничего не нашёл. Поэтому мне придётся оставаться тут на ночь, скорее всего. Я хотел попросить у вас ключики от этого замка, от всех дверей, чтобы я мог попасть в любое помещение в этом замке, куда мне будет нужно. Да-да, конечно. Ключи я вам обязательно оставлю. А нужно ли, чтобы кто-то в замке был ещё, помимо вас? Охранники, например? А вот это ни в коем случае. Если я остаюсь тут искать призраков, то я должен быть точно один, для того, чтобы мне никто и ничто не мешало. Да и плюсом к этому фиг знает, как повлияет на призрака то, что у нас тут будет несколько человек. Давайте-ка я лучше сам всем займусь. Оставляйте мне ключи и подбросьте, пожалуйста, до города, чтобы я взял всё с собой необходимое, снаряжение, машину и приехал сюда уже ночью. А, да, конечно, без проблем. Ну всё, в таком случае поехали. Хух, блин. Ну тут и дороги, конечно. Капец, как неудобно и страшно ехать. Главное не навернуться. А то домой я живым тогда уже точно не приеду. Хух, да где этот замок-то? А, вот он! Ну наконец-то, ё-моё. Я думал, никогда досюда уже не доеду. Хух, так, ладно, вещи вроде с собой. Тогда уже пора выходить отсюда. Я ж не думаю, что кто-то тут будет ездить. Хотя ладно, всё-таки машину лучше перепарковать реально, а то фиг его знает. Вдруг кто-то решит тут поехать, посмотреть замок тоже, как я. Хотя, надеюсь, такого не будет, и никто мне не будет мешать работать ночью. Хух, ну что ж, уже вон вечереет. Скоро будет ночь. А это означает, что пора бы заниматься своей работой. Так, дверки, ключик. Оп. О, подошёл. Отлично. Всё, можно заходить. Значит, всё-таки мне всё правильно дали. Так, система безопасности работает. Электричество, значит, есть. Освещение. О, освещение тоже есть. Отлично. Значит, можно будет и технику запитать, и как бы не переживать за то, что будет темно в этом замке. Да, я хоть и давно сражаюсь с паранормальщиной, всё равно не хотелось бы мне тут остаться без света ночью. Так, время уже, кстати, шесть. Ровно шесть часов. Значит, скоро будет темно. Через два часа. Эй! Кто-нибудь! Кто-нибудь! Кто-нибудь есть в замке, кроме меня? Я новый герцог этого места! Всё простоте! Фух, я этой штуки испугался. Чё за фигня? Я на неё только сейчас обратил внимание. Я думаю, кто стоит передо мной. Ё-моё! Так, иди нафиг. Фигура, скульптура. Там, он ещё одна. Но её не испугался. Увидел. Эту капец, сука, в конце заметил. Она сливается так с окружением. Ой, ладно, всё, короче. Уже, уже мозги на бекарень, кажется, становятся. Капец, тут ещё один проход такой. Нафига такие проходы делать наружу? Это же неудобно, максимально неудобно. Здесь страшно ходить. А если я подскользнусь и упаду, например? Да уж, лучше сюда я, короче, не буду высовываться. А то я, знаете ли, высоты боюсь больше всего на свете, наверное. Ну, нет. Конечно, не больше всего. Больше всего я боюсь глубины. Кстати, какой у тебя самый большой страх? Напиши в комментариях под этим роликом. Вот чего ты боишься больше всего? Я отбуюсь воды. Реально, боюсь именно глубины, знаете, в океане. Когда не видно, что находится под тобой. Просто тёмно-тёмная страшная вода. Ночью там ещё. В грозу. Ой, вот это вообще страх. Вот, а какой самый большой страх у тебя? Пиши обязательно в комментиках. Так, ладно, чё у нас тут? Эй, проверяем снова кто-нибудь. Перекличка, призраки, люди, кто-нибудь. Тешенно. Она была пугана, если сейчас кто-нибудь из-за угла такой. Первый. Второй. Какие-нибудь призраки. Да, тогда бы точно не до смеха было, но нет. Здесь всё спокойно. Так, в этой башне мы были. А здесь тоже были никого. Так, здесь кто-нибудь. Чисто. И получается последнее место. Это здесь. Так, ладно. Хоро... Хорошо. Это чё за звук там был? Это дверь захлопнулась? А как... Какого фига она захлопнулась? Я вышел, но она уже закрылась за мной. Эй! Кто-нибудь? Здесь есть кто-то? Я слышал звук. Выходите! Блин, чё мне показалось, что ли? Да не показалось ведь. Ладно, может ветер? Сквозняки здесь такие жёсткие. Ведь дверь быстро захлопывается. Значит, её чё-то дёрнуло, она снова захлопнулась. Так, ладно. Начинает становиться не так уж и смешно уже. Достаточно страшновато. Освещение включается потихоньку. А я пошёл, короче, расставлять своё оборудование тогда. Кстати, напомню, какое оборудование я использую. Во-первых, это камеры, которые реагируют на движения. А также специальные звукозаписывающие устройства, которые реагируют на любые сдаваемые звуки разных частот. Двенадцатая камера. Всё отлично работает. Запись пошла. Хух, капец. Целый замок пришлось оббежать. Ну вот туда я точно, наверное, не полезу камеру ставить. Это, во-первых, капец, как высоко. Во-вторых, я не думаю, что там будет что-то оббитать. Да, туда можно ещё и забраться на эту башню. Просто жесть. Хох, ладно, окей. Блин, вот это чучело меня, думаю, будет пугать сегодня не один раз. Потому что я когда его увидел, я капец испугался, когда только сюда поднялся. Но я решил на него камеру на всякий случай поставить. Вдруг он двигаться будет. Тогда мы увидим, что камера передвигается. Это точно будет понятно. Где наши призраки, монстры и прочее. Вообще капец, как строили этот замок. Так, достаточно все так громоздко, так высоко. Там можно спокойно навернуться. Здесь тоже вот лестницы же раньше были деревянные. Обычные, не железные, как сейчас. Это если все прогнило, ты просто вниз улетел. Я бы в таком замке ни за что не жил. Не, вообще никогда. Да еще и плюсом тут всякая паранормальщина заводится в таких местах. Так что да, определенное я бы это место покинул. Эй! Кто-нибудь? Есть кто? Кто-нибудь? Это что там упало? Ребят? Вы слышали? Там что-то упало железное. Снизу. Так, погоди-ка. Я на всякий случай проверю это место. Так, здесь. Понятно, окей, ничего нету. Погнали вниз. Это что там такое было? Эй! Кто там? Возьму-ка я на всякий случай датчик в руки. Потому что фиг его знает. Может быть, сработает на что-то? О! Ё-моё! Датчик. Работает. Это что за фигня? Эй! Мужчина? Блин, надо смотреть по сторонам, потому что если здесь что-то есть, то, блин, оно может на меня напасть. Ё-моё! Что с ним? Я вижу, у него пробита голова и мачете в руке. Кажется, я как раз слышал звук, как падает, возможно, мачете на землю. Блин, а почему камеры ничего не записали? Они должны были записать, если здесь что-то произошло. Господи! Это что за фигня такая? Тихо! Это сработал датчик звука! В первой башне. В первой башне сработал датчик звука. Ё-моё! Мне что-то вообще не хочется туда идти. Я, конечно, везде камеры наставил. Ну, фиг его знает. Камера пока что не записала вот то, что там произошло. А там произошло что-то ужасное. Так, первая башня. Это... Это первая башня. Хорошо. А что тут случилось? Так, на всякий случай всё, оглядываем. Эй! Кто здесь? У меня датчик сработал! Молчат. Датчик, ребята, на третьем этаже сработал. Окей, погнали, поднимемся. Кто там? Эй! У меня датчики сработали на вас! Выходите, блин! Так. Сканер не работает. Ам... Что за фигня? Вот стоит датчик, который среагировал на какой-то звук. Что тут был за звук, блин? А, подожди, тут стоит игральный автомат. А может быть это... Из-за него какой-то звук был? Блин, такое вполне себе может... Может быть. Подожди-ка. Ещё! Камера сработала! А вот это уже интересно. Кстати, это, по-моему, уличная камера. Включаем запись. Да, это уличная камера, которую я оставил у входа. Так, и что она тут записала? Животное какое-то может. О-ка, погоди. О-о-о! Чего? Чего за фигня? Ребят? Что открыло дверь моей тачки? Несколько раз! Быстрее на улицу! За ним, за ним, за ним! Пока оно никуда не делось оттуда! Так, вперёд! Давай! Тихо! Эй! Где ты? Призрак! Ребята! Посмотрите на это! Это следы! Вот это мои следы! И вот там дальше! Чужие следы к машине! Как раз к двери! Которая открылась! Ё-моё! А вот это мне уже вообще не нравится! Так, ладно! Определённо в этом месте паранормальщина! Это уже вообще 100% 120% я бы сказал! Даже 150-200% Потому что сканер тоже работает! Прямо в этом месте всё фонит! Паранормальщиной! Вот какого только фига! Что оно делает? И кто это вообще? Призрак какой-то? Непонятный! Может он сюда ушёл? Эй! Призрак? Блин, показалась пещера тут какая-то что ли? Ладно, нет вроде Так, не знаю стоит ли идти сюда Наверное всё-таки нет Сейчас ещё навернусь куда-нибудь вниз Да, лучше я сюда не пойду, короче А то фиг его знать, что там будет находиться Хох, ладно, чё Пора обратно возвращаться в замок Потому что На улице я больше ничего не вижу Все действия, наверное, будут дальше тоже в замке происходить Кстати, посмотрите, как я эту камеру поставил круто Это чисто, чтобы её не заметили призраки А то... Да ё-моё, блин! Опять этой штуки испугался спереди Короче Чтобы призраки не видели моих камер Что я их тут растаял Блин, ты Вонючка Засручка Иди отсюда Нафиг Пугаешь меня только Мне это вообще не нравится Капец просто Капец просто Это чё за звук? Эй! Сканер работает Паранормальщина Кто там? Покажись! Я знаю, что ты тут! Эй! Кто здесь? Я вас слышал! Выходите! Блин, да что здесь происходит такое вообще? Вау! Девушка Вам помочь? А! Вот же ж чёрт! А-а-а! Бежим! Быстрее! А-а-а! Куда? А-а-а! Она за мной! Ё-моё! На второй этаж! Давай-давай-давай-давай-давай! Давай быстрее! А-а-а! Куда-куда прятаться-то? Ё-прыс-со-ты! Так Давай сюда Тихо Тихо-тихо, блин! Вы её видели? Это чё за штука вообще была? Капец, она жуткая! Посидим тут Посидим немножечко, подождём Пока она там убежит, куда ей хотелось Так, может быть, она поднялась? А-а! Тихо! А-а-а! Блин! Какого фига? Она уже здесь! Как она поднялась сюда? Офигеть, она жуткая! Вот это, блин, призрак так призрак! Ну нафиг! Пожалуйста! Пожалуйста, призрак уходи! Отсюда! Я не хочу с тобой разбираться! Не-не-не-не-не, нафиг! Давай-ка лучше мы с тобой в разные стороны разойдёмся! Так, ладно! Я буду пытаться отсюда пройти просто вниз! Давай! Оп! Тихо! Главное, чтобы она мой фонарик не заметила! Так, давай-давай-давай сюда! За этот диван! Отлично! Она уходит к окошку! Блин, жесть, какая-то жуткая! Всё, давай-давай-давай-давай-давай-давай вниз! Быстрее, быстрее, быстрее! Тихо! Вроде не заметила! Вроде бы... Вроде бы не спускается! Ну хорошо! Погнали тогда из этой башни! А-а-а! Ё-моё, она за мной! Вперёд! Давай-давай-давай-давай на улицу! Ещё эта штука тут! Ну ладно, в один раз я не сильно испугался! Всё-всё-всё! Убегаем нафиг из этого замка! Фу, блин! Что это вообще за призрак такой? Нафиг! Я таких скримеров не переживу, блин! Ох! Всё-всё-всё-всё! Я нафиг сваливаю отсюда! Ох! Капец! Ладно! Всё, тихо! Тихо-тихо-тихо! Мы сюда приехали! Блин, находится же на неё всё-таки! Ладно! Я приму бой! Ё-моё, дробовик! Вот! Давай, призрак! Иди сюда! Я надеюсь, её берут патроны, потому что... Если нет, то мне... Ау! Всё моё! Чё за фигня? Ау! Она уже здесь! Отвали, блин! Чё за скример нафиг? Откуда ты? Ау! Взялась! Да свали от меня, говорю! Иди отсюда! Да ё-моё! Дай мне отбежать просто! Ау! Нифига, ну быстро! Получай! Э! Это чё за дичь? Ей кофиг, что ли? Ау! Отстань! Ты чё за бегаешь быстро? Ой-ой-ой! Кажется, мне кирдык, блин! Валим! Валим отсюда! Так, давай, на тележку хоть! Ааа! Блин! Отстань! 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 Отстань, говорю! Всё! Проваливай отсюда! Хух! Блин, возвращается ещё! Да получай ты нафиг! Ей пофиг! Аааа... Ей пофиг, да? Я понял. Всё, мне кирдык, я оттуда не уеду. Это моё последнее задание. Да нет, нафиг! Я так просто не дамся! Получай! Так, попробую чё-нибудь, не знаю, может быть калашик на тебе, блин! О-о-о-о-о-о-о-о! Кажется, это надолго, блин! Хе-хе-хе! Ау! Отстань! Ух! Капец, удары какие, а! Вот такого я точно не мог ожидать, что она будет настолько сильной! Найдё про СТ! Ах, кстати, это призрак какой-то монашки, как я увидел, да? Скорее всего, так и есть! Ох! Вот что значит, все эти годы жило в этом особняке и терроризировал своих владельцев! Так, отстань! Всё, не бей меня! Где ты? О, блин! Капец, это быстро! Я вообще ничего не понимаю! Что происходит-то? Ё-моё! Так, пытаюсь хоть как-то уворачиваться, короче, от её атак, но у меня скоро так затошнит и вырвит нафиг всё! Так что хватит! Да блин! Ау! Так как тебе, блин, побороть-то? Ах! Что это было? Она... Она упала? Я слышал какой-то звук! Как будто падение! Ам... Где оно? Эй! А вон! А вон бежит! Капец, она быстро бежит! Не-не-не, нафиг! Это прям как в каких-то фильмах ужасов! Смотри! А-а-а! Отстань! Отстань, блин! Не лови меня! Поднимайся! Всё, 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 всё! Всё, нафиг! На тачку обратно давай! Ё-пра-сотэ! Это что вообще за штука, нафиг? Ох, это реально какая-то штука из ада просто! Ах! Так, ладно, надо думать! Как её истребить? Я не знаю, что у меня есть! Есть гранатомёты! А-а-а! Есть бомбы! Газовые шашки! Я не знаю, может быть её... Снежком кинуть! Иди всё! Вот так получи! На! Ага! Ей пофиг! Я понял! А может её фаером поджечь? На тебе! Так! Короче, нет! Это не работает! А если попробовать, не знаю, газом... На тебе вот так вот! Газовую гранату, блин! А? Нравится? По-моему, ей вообще пофиг, да? Ам... Нафига это я их накидал? Что ещё можно использовать, блин? Я даже не знаю, честно говоря! О, кстати! Огонь! Подожди, если это... Какая-то ведьма, например... Не знаю, это монашка! Почему-то, смотря на этот замок и на монашку, первое, что мне приходит в голову, это ведьма! Может, её сжечь? Ведьму же сжигали раньше, да, ведь? Ну-ка, получай! На тебе! Вот так вот! А-а-а! Смотри! Горит! Горит, 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 горит! Чё, получилось, что ли? Сгорело, да! Йоу! Вот оно, блин! Ха-ха! На стол оружие! Хух! Капец! Всё, с меня хватит этих... Этих призраков, монстров! Это капец-то! Чё за штука вообще была? Дикий какой-то призрак! Ладно, хоть я оружие нашёл, как его убить! Капец, оно жуткое просто! Ребята, вы посмотрите на эту штуку! Хух! Ну что ж, ребята! Сегодня был максимальный, эмоциональный и страшный, по-моему! Я надеюсь, что он вам понравился, потому что мне капец как понравилось! Если вы хотите увидеть продолжение, где я также похоже на паранормальщину в GTA 5, ставьте лайк под этим видео прямо сейчас! Конечно же, не забывайте скидывать также это видео своим друзьям, чтобы они тоже заценили, попугаи тут посидели, скримеры половили, вот! И, само собой, подписывайтесь на канал, а также на мой телеграм-канал, ссылочка на который находится в описании под этим роликом! Само собой, пиши также в комментариях, потому что ты досмотрел это видео до самого конца, чтобы я влепил тебе на твой комментарий лайкос! Ну всё, дружище, огромное спасибо, ещё раз, что досмотрел до конца! Желаю тебе, как всегда, удачи и жду на новом ролике совсем скоро! Обязательно приходи! Пока-пока-пока! Па-ка!